В Коми практически решена проблема с закупкой и поставками льготных препаратов. Количество отсроченных рецептов с 30 тысяч сократилось до 200. По программе модернизации первичного звена за два года в регион поступило 450 единиц диагностического оборудования и 191 карета скорой помощи. Для труднодоступных районов продолжается закупка УАЗов, аэролодок и саней. В этом году оснащение медучреждений запланировано на 1000 единиц. В рамках проекта «Час с министром», который проводится по поручению главы Коми Владимира Уйба, на вопросы общественников ответил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Дягилев. Больше всего людей заботит дефицит кадров. Огромная работа делается. Мы правительством Минздраву и нашими колледжами, нашими медицинскими институтами. Много работ проводится. Но в любом случае все равно медики и врачи медсестры с республики по разным причинам оттекают. Кто-то переезжает в другие регионы. Как правило, это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, другие территории. Главная задача на этот год – укомплектовать кадрами медучреждения. Помогают программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». Региональные выплаты по миллиону за трудоустройство в Иркуте и выплаты по 500 тысяч узким специалистам. Покупка жилья и компенсация аренды, целевая и контрактная подготовка. Работа по привлечению медиков продолжается. Новый проект – быстро возводимые дома под ключ для медиков. В ближайшей перспективе построить 10 домов в районах, где остро стоит кадровый вопрос.